Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидный. Шалом, правоверные! Красавчик. И вот мы продолжаем задротить Варфейс. Я нахожусь на супер-секретном тестовом сервере, и в руках у меня ничто иное, как коктейль Молотова. Новая граната. Да! И вы знаете, это сочно, это реально круто. Вы только представьте себе, сколько тактических решений можно с ней придумать, сколько интересных прокидов, сколько всего вообще. Люди давно просили вести Молотов, но разработчики говорили, что идея неплохая, но надо над ней хорошенько подумать. Как говорится, с этой мыслью надо переспать. И вот они переспали. Из этого получился Молотов. Вы знаете, я предлагаю отправиться на ангарчик и проверить, насколько этот Молотов хорошо дамажит. Давайте узнаем, насколько Молотов эффективен. О-о-о! М-м-м! Гаднотелло, хочу сказать я вам! Ну, как я понял, когда ты в нём стоишь, вначале урон наносится не очень большой, а потом резко тебя нагибает. Блин, гаднотелло! А сам взрыв Молотова, интересно, наносит урон? Нет, урона нет, тут только урон со временем, то есть постепенный, так называемый Damage Overtime. Интересно, а если пробежать через Молотов, что будет тогда? Вот я просто взял и пробежал. Да, ну в принципе, гаднотелло очень и очень неплохо. Да! За штурмовика, выходит, пробежать можно два раза подряд и в принципе ещё остаться живым. А что у нас, кстати, по времени, если посмотреть? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, примерно семь секунд, около того. С одной стороны это круто, с другой стороны... А представьте себе, ты играешь за атаку, вы поставили бомбу, твоих наклонили, и ты остаёшься в какой-то клач-ситуации. С одной стороны это круто, с другой стороны для защиты будет теперь сложнее. Остаётся, например, секунд двенадцать, инженера нет. Боец команды противника кидает Молотов прямо на бомбу, на пачку. И всё! Выходит, обезвредить ты её не сможешь целых семь дополнительных секунд. Это нагиб. Это надо хорошенько обдумать. Но, друзья, кроме Молотова, который в целом мне очень понравился, есть у нас ещё кое-что. Это новая броня под названием графит. Очень мощно, хочу я вам сказать. Защита головы семьдесят два с половиной процента. Сразу скажу, мы с коллегами уже протестировали это новое чудо. И, в общем-то, в целом Годнателло. Те пушки, которые сейчас играбельны, да, на основе в Мете и так далее, они прекрасно в голову будут ваншотить. Как это именно настроено, не совсем понятно, но разработчики у нас хитрецы. Умеют, могут, практикуют, так сказать. Однако, это не главное. Главное то, что просила, наверное, большинство Варфейса. То, что нас, сука, очень долго всех бесила. И, наконец-то, это сделали. Обратите внимание вот сюда. Бонус четырёх предметов не даёт сбить вас с ног. Это иммунитет. Абсолютный иммунитет к нокдауну. Мы уже протестировали с болтовками и с марлином. Кстати, оглушающая граната, наверное, тоже работать не будет. Это великолепно, это прекрасно. Ибо нокдаун это самая отвратительная, самая бесячая вообще механика Варфейса, наверное, с момента вообще запуска этой игры. Хуже ничего никогда не было по механикам, нежели нокдаун. И, наконец-то, разработчики набрали смелости и созрели для того, чтобы нокдаун нахрен из игры выпили. Это офигенно. Однако есть вопросы по скорости. Вот тут повышение скорости рывка всего на 9% у штормовика. Однако у медика этот процент уже составляет целых 16. У инженера 12. А у снайпера всего 6%. И вы знаете, друзья, я думаю, всё это надо качественно, глубоко и надёжно обсудить. Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не врезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл своё небольшое дело. Деревянными членами торгуют. Да ты чё, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки полетят мозголомой, как снофильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдёт. Хе-хе, бой! Ай, билдосик подождёт! Я уже представляю себе, как Молотов будет поджигать пердоги. Ты знаешь, Кэпчик, вот в таком виде, в каком он представлен сейчас, вряд ли Молотов в большинстве случаев будет что-то поджигать. Хотя, будут особые случаи, и особо хитрые игроки смогут применять его так, что вот там-то, сука, полыхнёт. Да, друзья, с Молотовым всё не так просто, всё не так однозначно, именно поэтому я решил рассмотреть его в отдельном видео вместе с бронёй, нежели включать в основное видео по ПТС. Основная проблема Молотова в том, что в одних ситуациях он будет абсолютно имбой, а в других он в самых распространённых будет, ну, совсем так себе. На основном ПТС у нас уже доступен Молотов, игроки активно им кидаются друг в друга, но особого толку от этого нет. За всё время игры на ПТС, а играл я, наверное, часа 4, убил я этим Молотовым, ну, всего лишь несколько противников. Для сравнения, гранатами за это время можно было убить пару десятков. Молотов слишком слабо дамажит, когда ты по нему бежишь. Но вместе с этим есть у него одно секретное применение, я его, скажем так, предсказываю. Тонкость в том, что он горит целых 7 секунд. Если в ответственный момент ты остаёшься действительно в клатч-ситуации, и тебе надо защитить поставленную бомбу, то, по сути, на 13-й, аж на 13-й секунде, ты можешь просто бросить Молотов в плент, или даже на 14-й. И обезвредить его попросту не смогут, противник сгорит. А если подождать, пока Молотов потухнет, то к этому моменту уже брать бомбу будет попросту поздно. Такие вот дела, скажу я вам. Тут стоит отметить, что разработчики сразу сказали, что, ребята, не забудьте упомянуть, что всё это предварительные версии. Что броня, что Молотов. То есть всё будет очень сильно зависеть от фидбэка игроков. Как я понял, система у них сейчас такая. Вначале они запускают новинки на супер-секретный тестовый сервер, там блогеры и киберспортсмены всё это дело тестируют. Наиболее жопоразрывные моменты мы сразу обнаруживаем, просим это исправить. Разработчики, естественно, исправляют, и когда видят, что если даже нам не идеально нравится, ну вроде как нам и нечего сказать особо, что прямо вот, ну это плохо, это катастрофа и так далее, тогда они пускают это на ПТС. Ну а мы, соответственно, делаем видосы, чтобы вы могли оставить свои отзывы, и таким образом они поняли, что же игрокам нужно, что их устраивает, а что не устраивает. И что касается Молотова, я пока вангую, что если вводить его с таким временем горения, 7 секунд, это действительно где-то будет очень плохо, а с другой стороны, Молотов как граната полная фигня. Поэтому у меня предложение такое. Время горения Молотова сократить до 3-4 секунд, этого будет вполне достаточно. А вот урон существенно поднять, так чтобы если ты пробежал по нему всего один раз, то урон был бы как сейчас за 2 пробега. Это отлично, снимается большая часть брони и там около половины хп. Вот в таком виде Молотов действительно будет интересной гранатой, и не только в плане кинуть в плент-клач ситуации, но и вообще достаточно интересной и эффективной. Ну а броня, если честно, понравилась тебе? По бронетке я бы скажу так. Мне броня вот честно нравится. Самая большая заслуга этой брони, это, конечно же, иммунитет к нокдауну. И да, я прекрасно понимаю, что есть персонажи, у которых полыхнёт. Мол, вот у меня кракен, который я собирал своим трудом, и теперь он не нагибает. Доброе утро, дорогие мои. Есть АК Альфа, есть у нас, чё там у нас, Тайфун и прочее. То, что люди тоже собирали, и это уже давно не нагибает. А ещё есть даже пушки, за которые люди деньги платили, типа Скерпиона ВЗ, и он даже голову не ваншотит. Но почему-то именно снайперы у нас особые, избранные. Их оружие фиксить нельзя ни в каком виде. Поэтому, если вы меня спросите, я честно вот отношусь однозначно. Убирать нахрен нокдаун полностью из игры. Это самое бесячее, самое мерзкое, самое отвратительное, самая раздражающая механика, которая только есть в Warface. Серьёзно, на второе место я бы поставил, наверное, подкаты в стену. Помните, когда их можно было спамить? Это было мерзко, отвратительно и просто ужасно. На третье место это движение боком с модом на грозу и макаром. Это тоже ужасно. Но даже при всех минусах движения боком с модом, при всех минусах подката в стену, более омерзительного, нежели нокдаун, в Warface просто, я считаю, никогда ничего не существовало. Даже когда люди спамили просто и к суху, ложились, это всё равно так не бесило. И поэтому новая броня мне уже автоматом нравится. Не скрою. Самый же большой недостаток новой брони, это, пожалуй, скорость передвижения. И особенно это касается снайпера. Да-да, тот снайпер, против которого я только что вроде как высказывался, но я-то прекрасно понимаю, что снайпер как бы есть. И снайпер, в принципе, классно, неплохой. Если его правильно сбалансировать, наоборот, я только за, это круто. И вот самая большая проблема, что у снайпера всего 6% ускорения бега. Это отвратительно. То есть скорость рывка всего на 6% больше. При том, что у штормовика, например, целых 9%. В итоге мы получаем ситуацию, когда снайпер часто будет просто не успевать защитой на какие-то важные точки. А снайпер это часто, по сути, опорник, который сам, либо с медиком, берет под контроль какую-то точку и не дает противнику просто так туда зайти. Делает минус, желательно минус 2, и отходит, и ждет остальную команду. Когда она подойдет к этой точке, и они вместе уже смогут все это дело отбить. А с такой броней часто будет ситуация следующая. Снайпер не успевает прибежать или прибегает вместе с атакующими. И в этом случае от него, как от опорника, толку минимум. И, соответственно, вообще страдает в целом весь класс. Поэтому я бы предложил поступить следующим образом. Дать штурмовику, инженеру и снайперу скорость примерно от 10 до 12. Вот 12% было бы супер. А вот с тем, что медик должен бегать чуть быстрее, я согласен. Если честно, я был инициатором введения медику более быстрых ботинок. Но, правда, не настолько, насколько сделали это разработчики в этой версии этой брони. Задумка в том, что если медика отбалансируют, а разработчики сейчас стараются это сделать, то он будет очень сильно ограничен дистанцией. А значит, ему надо просто физически необходимо бегать быстрее. Иначе в ответственный момент он просто может не успеть сорвать дистанцию, войти в подкат и пристрелить противника. Ведь медик, доведенный до ума, это класс очень ограниченный в дистанции. Именно поэтому я считаю целесообразным медику бегать чуть-чуть быстрее, нежели остальные классы. Все по 12 на 5%, а медик там 14-15. Будет в самый раз. Да и вообще бы я разработчикам не рекомендовал замедлять темп игры. Ибо Warface изначально полюбили как шутер достаточно аркадный, быстрый, динамичный. И постепенный переход от ускорения в 20% до ускорения в 10, как-то знаете, все время игру замедлял, замедлял, замедлял и замедлял. И если честно, то вот где-то 15% не выше, это да, это даже хорошо, это даже приятнее, нежели было на заре Warface. Но снижение скорости рывка ниже 10 делает игру какой-то вязкой и даже не особо приятной. Это стоит учитывать. Мне интересно, сколько в итоге они этим графитом пушек порежут? Что касаемо пушек, Кэп, ты знаешь, в предварительной версии этой брони там разработчики кое-что не учли. Например, Грот не ваншотил голову. Именно так, да. Мы с ребятами им на это указали, и они довели всё до ума. И, собственно говоря, пушки, которые ваншотили прекрасно в авангард, там, в голову спиливали только так, там, дробовики, они примерно так же, вот плюс-минус, где-то что-то похуже, где-то так же будут пилить и в новый графит. Так что я не сказал бы, что пушки грандиозно пострадают. Пострадают, наверное, пушки варбаксовые какие-то старые. Да, в принципе, с ними и так уже никто не играл, и они особо не были популярны. И никого они особо-то и не убивали. Не то что авангард. Многие из этих пушек пристребе в Блэквот, если честно, уже ничем особым похвастаться не могли. Так что я думаю, большинство игроков, которые регулярно играют, у них есть всё хорошее вооружение, колоссальные разницы почувствовать не должны. Тем более мы знаем, что на ПТСе у нас сейчас пушки изменили, где-то подрезали, где-то улучшены. И, наверное, по расчётам разработчиков, плюс-минус вот этот баланс классов и должен получиться. Однако должен заметить, что Бинелли как жарила, так и жарит. Даже в графит. Ну ладно, посмотрим, как оно будет в итоге. Выходит, ебутешечка в броне тебя всё устраивает. Да, меня устраивает. Броня меня, правда, устраивает. Ну как, с оговорками. То есть у меня не бывает такого, что меня всё полностью устраивает, потому что, ну, как всегда, в любой игре, в любых обновлениях есть какие-то косяки. Молотов, однозначно, надо работать с длительностью. Мне кажется, в клад-ситуациях это слишком умбовая вещь. Такого быть не должно. И, с другой стороны, именно как граната, то, чем можно нанести урон, как бы использовать при заходах и так далее, ну, как бы очень спорно. Молотов спорный. Я думаю, что он должен быть посильнее, но гореть меньшее время. Что касается брони, призываю разработчиков не делать из персонажей, особенно из снайпера черепах, сделать не меньше 10% скорости рывка и медику на 2-3% выше. Будет идеально. И варфейс будет вновь великим. Хая, ты сказал?